Им повезло. Они многократно проживают вместе со своими воспитанниками самое счастливое время – детство. Они передают знания, педагогическое мастерство и, главное, тепло своей души. Профессия воспитателя – ежедневный кропотливый труд, который устремлен в будущее. Ведь именно от этих людей во многом зависит, каким человеком вырастет сегодняшний малыш. А Мэри Поппин с наших дней в канун дня дошкольного работника смотрите в последнем материале выпуска. Я не такая, как все. Я редкое исключение. Я вне конкуренции. Я леди совершенства. Все, кто знает Людмилу Бажан, твердят в один голос. Она – само совершенство. Добрая, заботливая, понимающая. Но она не волшебница из сказочной повести, а самая обычная воспитательница. Хотя сложно назвать обычным человека, посвятившего всю свою жизнь детству. В девятом садике она работает больше 35 лет. У меня было просто чисто случайно. Вот я выучилась на агрономе семеновода, а не нашла применения. Потому что у нас в 80-е годы трудоустроиться агрономом было просто невозможно. Я просто забрела в этот детский сад. Так, просто зашла и осталась здесь. Здесь мои дети выросли, здесь внуки мои ходят. Поэтому для меня это действительно любовь и забота. Вместе с воспитателем малыш встречает первые радости и первые трудности. Учится дружбе и вежливости. Раскрывает творческие способности. Воспитывает характер. Не случайно один из философов сказал – воспитатель – это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. Мне хочется, чтобы ребенок вырос добрым. Вот я воспитываю детей своих через добро. Мне кажется, добро, оно везде победит. Какое бы зло ни пришло к человеку, если он добрый, он быстро отойдет. И вот и сама я очень добрый человек. И через добро иду к детям. Дизайнер, художник, артист, конструктор. Чтобы сделать мир малышей увлекательным, создать уютную домашнюю атмосферу в группе, воспитатель должен совмещать множество профессий. И именно этот человек, все разумное, вечное и доброе, закладывает основы дальнейшего развития ребенка. Поиграем. Кто у нас будет доктора? Он что жалует. Будешь доктором? Ну давай готовить рабочее место, все сюда складывать свое. Что нужно доктору? Давай выкладывай. Смелее. По словам Людмилы Бажан, за три десятка лет выпустила во взрослую жизнь сотни воспитанников. И каждая группа была для нее особенной. Но больше всего вспоминается самый первый выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, девочки. Они увиделись спустя почти 30 лет. И им, конечно, было что вспомнить. У меня утренники вспоминаются. Мы все время во всем участвовали. Да, да. Костюмы шили. Костюмы нам шили. Мы всегда танцевали. Я помню пчелкой была. Моя красная шабочкой. Белочкой. Снегурочкой. Еда еще вспоминается. Запеканка творожная. Я ее до сих пор, кстати, люблю. Ну да. Я ее готовлюсь из садика. У меня не бывает, что на завтрак у меня всегда есть зафеканка. Постоянно ее готовлюсь. Ну я тоже, да. Из садика. По мнению Юлии Раковской, Людмила Бажан из тех людей, которые в своей профессии по призванию. И отдают душу любимому делу. У нас было очень много творческих занятий. Мы постоянно что-то делали, лепили, рисовали, вырезали. И вот такие качества они остались в жизни. Я парикмахер. Мне очень нравится моя работа. Мне кажется, это из детства. Она чудесный человек. Очень отзывчивый, добрый, внимательный. Людмила Михайловна творческий педагог. Она работает в нашем детском саду уже давно. Более 30 лет. Отзывчивый. Людмила Михайловна очень отзывчивый человек. Всегда по любому поводу поможет, подскажет. Очень активная. Веселые утренники, творожные запеканки и компоты с сухофруктов. У каждого воспоминания детства свои. Но у всех они цветные. Потому что они самые первые и самые яркие. И, наверное, права была няня-волшебница из известной повести «Счастлив тот, в ком есть детство». Сны, где сказка живет, среди чудес. Сны, где можно достать, стуль с небес, небес. Счастлив тот, счастлив тот, в ком детство есть. Алена Лавринова, Александр Косицын. Программа «События». Программа «Счастливы». Программа «Счастливы».